Доброе утро! Так как у нас личик от природы имеет не один оттенок на лице, а соответственно летом, весной, осенью у нас лицо загорает, поэтому загар ложится, понимаем, неравномерно, у нас лоб чуть темнее, нос, подбородок всегда светлее, еще очень темнее и так далее. Поэтому после использования тональной основы, когда мы выравниваем полностью наш тон и цвет лица, нам надо что-то на него нанести, чтобы сделать более природный, неравномерный наш цвет лица и искусственно нанести уже какой-то загар. Если говорить о щеках, о скулах, куда мы наносим тоже бронзатор, мы таким образом можем нашу форму лица сделать немножко, что все хотят, поуже, помеатюрнее, чтобы смотреться не только в камере красивой где-то на фото, но и в жизни такие вот рельефность создавая, вот уже выглядим более и красиво, и изящно, и опять же, и ухоженная кожа, и так далее. Таким, бронзатор, в принципе, может быть для ежедневного макияжа у вас использований, самое главное знать, куда его наносить, и опять же, не перебарщивать с такими продуктами. Во-первых, скажу, что бронзатор я рекомендую наносить на припудренную кожу, почему? Мы нанесли тон, он имеет, понятно, липковатую текстуру, если мы возьмем коричневый бронзатор, и кожа у нас немножко влажная, мы можем поставить пятно коричневое, которое впоследствии будет тяжело растушевать, поэтому мы сначала пудрой припудриваем наше личико, а уже наверх будем наносить и делать мягкую, красивую растушевку нашим бронзаторам. Их можно использовать как в твердом виде, так и в более рассыпчатом, есть румяно-рассыпчатые, такие пудровые, которые тоже могут быть в роли бронзатора. Самое главное в выборе цвета бронзатор должен быть коричневатый, слегонца с серым подтоном, тогда у вас не будет лишней желтизны. Кожа у нас у всех имеет бежевый желтый подтон, поэтому лишние вот эти желтые пятнышки, они нам не нужны, поэтому чуть серенького оно должно быть. Куда мы наносим бронзатор на наше лицо? У нас на наших щечках есть впадающая скула, приблизительно она начинается от мочки, от середины наших ушек. У кого-то она может просматриваться, эта ямка, у кого-то может не просматриваться. Мы ее можем еще нащупать нашим пальчиком. Если мы по диагонали, где-то от середины ушка, вот так вот нажмем, мы можем прощупать, вот закончилась косточка и нащупали вот эту вот нашу ямочку. По этой ямочке точно так же, чуть-чуть полуулыбочкой мы будем наносить наш бронзатор слегка. Для ежедневного макияжа мы его будем ложить гораздо меньше, чем для вечернего и для фотографии, потому что солнечный свет, искусственный сейчас у всех тем более лампы LED-овские дома, они очень подчеркивают все нюансы, то есть если переборщили с бронзатором, переборщили с румянами или тон неправильно подобрали, это все свет дневной, да, он это все красиво подчеркнет. Поэтому надо избегать таких нюансов. Вы можете, какой техникой пользоваться, чтобы вам было понятнее, от середины ушка, имея точку, просто накидывая сюда, остатки упадут чуть-чуть ближе, да, уже к нашим щечкам, и вы не нанесете лишнего. Чуть-чуть растушевали вверх, соединили, и для ежедневного макияжа этого будет достаточно. Так как у нас на нашем лобике загар берется в первую очередь, загорает именно верхняя часть нашего лба, поэтому уместно будет бронзатором проходиться по линии роста волос, когда верхняя самая часть нашего лба. То есть чуть-чуть, вы можете или его на кисточку взять, либо остатками пройтись после скул, и линию роста волос, хорошо прям входиться в корни, чтобы не было у вас тут белой кожи отдельно, и пройтись еще по этой зоне, слегка остатками, переходя на центр лба, для того, чтобы не было темной полоски. Ее, опять же, можно будет увидеть или на солнце в зеркале, о боже, что это, либо, да, на фотографии. Поэтому растушевали, прошлись, перешли еще раз остатками слегонца смягчили наши скулы. Если есть у вас желание поиграться и сделать макияж еще более модным и красивым, то еще буквой вот такой троечкой мы прорисуем, отпускаем на нашу шею, где переход заканчивается лично, начинается шея. То есть его тут не надо брать отдельно, остатками отпустить, потому что именно эта зона выдает некрасивую растушевку. Вот так как здесь выступающая часть, оно тут нанесется насыщеннее всего. Вот мы только остатками растушевали, вот такая буква Z, и сюда мы наносим. Вот это вот зона для нашего бронзатора. Такой техникой вы можете пользоваться, не зная, какая у вас форма лица, круглая или квадрат. Она более универсальная, сделали слегка загар, подчеркнули скулы, что-то где-то подсветили, освежили, и у вас макияж будет всегда смотреться естественным и красивым. Для вечернего макияжа можете добавить чуть насыщенней, так как вы идете в темное помещение, хотите, чтобы это все было видно. Поэтому старайтесь не переборщить, мягко растушевывайте и правильно подбирайте цвет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова